МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже вот в таком вот странном, измененном состоянии. Совсем скоро секретные материалы расскажут правду про наркотики в стенах парламента. А сейчас о другом. Миллионы гривен Добкина и его однопартийцев. Шановный пан Голов, шановные народные депутаты. Миллиард комбата Мельничука. Скандальные 10 квартир Анны Габко. Если ты хочешь жить в достойной стране, ты должен брать. И целые картинные галереи остальных парламентариев. Электронные декларации вскрыли масштаб богатств топ-чиновников и депутатов. Которые, напомним, тянули до последнего. Чтобы не показывать своих миллионов. Они шли на откровенные провокации. Хакер захочет внести в эту систему, уменьшить ему доходы, увеличить ему доходы. Врали и саботировали, как могли. Но время пришло. На днях закончился срок подачи электронных деклараций депутатов и чиновников топ-уровня. Страна увидела своих героев и их миллиарды. Секретные материалы анализируют самые скандальные декларации народных избранников. Мы покажем, кто открыл дома музей с сотнями картин, которым позавидует Лувр. И расскажем, как эти картины могли попасть в коллекции. Кто из нардепов настолько не доверяет банкам, что хранит миллионы под матрасом наличкой. Считаем, сколько миллиардов в общем на руках у членов парламента. Раскрываем все тайны Е-декларирования. Как его пытались сорвать и что будет дальше. Завершится ли фестиваль жадности уголовными делами. Как не отбивались, как не пытались саботировать депутаты Е-декларирования. Им все же пришлось сделать это. Ну вот фактично мы распочинаем, сколько там, в 12-й день мы распочинаем еще речную декларацию. Вот как устроена система. Депутат входит в профиль. Первые два раздела самые легкие. Декларант показывает информацию о себе и сожителях. Система предлагает широкий выбор родственников. Третий раздел – объекты недвижимости. Удивительно, но депутат декларирует всего лишь одну квартиру. Минутка, будинок, месяц, вартит за останнюю грошовую оценку. Отдельно указывается недвижимость жены и здесь начинаются проблемы. Система не находит населенный пункт, где у супруги есть наследство. Часть – жилого дома и земельный участок. Ось, смотри, я пишу мест. Давайте родное место Богославо напишем. Богославо. Нема такого населенного пункта. Опа. Офить. Целый час мучений, и мы переходим к следующему интересному разделу – автомобиле. ЦИАД. Идентификационный номер ЧОО. А, ЦИАД. КОД. Квартира у депутата одна, а вот машины две. А вот и новое испытание – наличкой. Форма декларации требует указать банк, где хранятся деньги. Адрес указываешь на какие-то диетизмы. Шел третий час, а мы смогли заполнить лишь 8 из 16 пунктов. Сейчас узнаем самое интересное – зарплату народного депутата. Зарплата получена за основным местом работы. Размер. Нас до 80 тысяч 150. Какая зарплата в депутатах. На остальные пункты тратим еще полтора часа. Наконец-то мы закончили. Еще раз мы сберегаем, закрепляем. На заполнение декларации у нас ушло целых 5 часов. И это всего лишь черновик. Ведь куйми пунктов и подпунктов депутату нужно вносить еще немало правок и другой информации. Кто-то скажет, депутаты не работают, ну хай хоть попрацуют в электронной декларации. Но все эти труды того стоили. Наш герой и его коллеги из парламента повергли всю страну в электронный шок. Вот лишь некоторые интересные декларации для начала. Коротко. Первым удивил народ нардеп Анатолий Матвиенко. Почему я себя чувствую некомфортно? Потому что я не живу на беднейшем. Среди множества квартир и домов у него нашелся целый храм. Неужели Матвиенко настолько много грешит, что ему нужна собственная церковь? Кстати, вы верите в святого Николая? Если нет, то зря. Вот нардеп Поросюк верит, и эта вера приносит ему дорогой подарочек. И речь не про возможность безнаказа набить людей. Святой Николай принес ему часы за 8 тысяч гривен. Похоже, Святой Николай и Фортуна любят плохих мальчиков. Ведь другой, еще более ценный девайс – телефон за 22 тысячи. Ему тоже кто-то подарил. Впрочем, все это Поросюк, согласно декларации, вполне мог себе позволить купить. 5 тысяч долларов у него в банке, а 6 под матрасом. Приличные деньги для всех простых украинцев, но не для депутатов. Электронные декларации вскрыли размах заработков. Настолько масштабные, что просто нельзя не восхищаться коммерческими талантами и бесстрашностью законодателей и чиновников. Смотрите сами рейтинг самых богатых. В лидерах нардепы со Львовщины, братья Дубневичи. Разбогатели они, как известно, на железной дороге, поставщиками которой являются много лет. На втором месте Вячеслав Константиновский. Вы помните его? Продал Роллс-Ройс, пошел на фронт. Вот только не сказал, что продавать ему с таким состоянием ничего и не надо было. Просто пиар. Третий в списке Иван Фурсин. Среди прочего он владеет двумя десятками компаний и тоже не очень доверяет банкам. Старый надежный матрас не подведет, считает бизнесмен, то есть депутат. Четвертый Руслан Демчак держит наличкой 133 миллиона. Дальше пара супругов из парламента, Гереги, замглавы АП Филатов, главный налоговик Белоус и поющий ректор Поплавский. Он задекларировал 880 тысяч долларов. И напоследок Олег Лешко. 870 тысяч долларов. Всего же, как подсчитал эксперт Андрей Герус, депутаты задекларировали 12,3 миллиарда гривен. Это как два годовых бюджета города Львов. Причем нельзя не отметить, почти 7,5 миллиардов из всех депутатских денег хранится наличкой. Это в среднем более чем по 30 миллионов на каждого. Правда, по фракциям показатели сильно разнятся. А если на депутатов, например, самопомощи пришлось в среднем по 4 задекларированных миллиона, то на членов группы «Воля народа» аж по 50. Это не честно и не морально. Но и это еще не все. К депутатам прибавим таких, как Сергей Майзель, экс-глава Киевпостранца. Он задекларировал миллион долларов наличкой. В общем, если учитывать, сбережение всех топ-чиновников и членовых семей вместе с парламентариями выходит более 26 миллиардов гривен. Или миллиард долларов. Ровно как очередной транш МВФ. Как же они сколотили свои состояния? Что интересного, кроме денег, можно найти в ей декларациях? И самое главное, кому и когда ждать громких уголовных дел? Что дальше? Смотрите секретные материалы. Кто больше остальных боялся заполнения деклараций? Почему электронная отчетность перед народом так пугала политиков? Весь этот час до этого в декларациях можно было брехать, ничего не вказывать, родичам не вказывать, что заводно писать, потому что за это не было покараний. Эта статья новая в Криминальном кодексе, брехня в декларации, подвязана под эту новую форму декларации. И на что они шли, чтобы вы никогда не узнали про их сокровища? Вы вдумаетесь, государственные органы выдают подробленный сертификат на справедливый электронный цифровый подпись. Это нонсенс. За два месяца до финала декларирования наш агент внедряется в центр большого заговора. И сегодня мы покажем, кто и как пытался не допустить скандала. Электронное декларирование – революционная для Украины система контроля над чиновниками. Это открытая база данных всех государственных служащих – от президента до главы села, от прокурора до районной судьи. Стоит лишь зайти на специальный сайт, и вуаля, перед вами вся информация об их доходах, машинах и даже подарках. Чиновники должны заполнить декларацию в два этапа. Первый длился с 1 сентября до 31 октября. В этот период показать свое имущество должны были президент, премьер-министр, члены Кабмина, народные депутаты, а также все чиновники категории А и Б, среди которых судьи, прокуроры и полицейские. Это всего около 50 тысяч служащих. Остальные чиновники рангом пониже должны подать декларации с 1 января до мая следующего года. Всего в этот период планируется сдача почти полумиллиона отчетностей. Наш план – чтобы каждая декларация была в интернете, чтобы каждый мог подивиться, чьи есть расходы, неточности или что-то не дописано. С самого начала слуги народа уверяли, они-то не против показать все имущество. Просто сделать это очень непросто. Треба до конца, чтобы эффективно працювала система. Мало того, что электронная система сложна в заполнении. В ней полно технических неисправностей. Там очень много проблем. Если вы начинаете заполнивать, не все сохраняется. Такая эпохальная система должна работать, как часы. Но постоянно сбивается. Почему? Другие эксперты и вовсе шокируют невероятным заявлением. Система просто незаконна. Что не так и почему борцы с коррупцией били тревогу? А самое главное, кто виноват в технических ошибках, из-за которых чиновники могут избежать тюрьмы за воровство? Знакомьтесь, это Наталья Николаевна Корчак. Она глава революционного ведомства в госуправлении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на ПК. Задача агентства – контролировать деньги госслужащих и выявлять среди них подпольных кабинетных миллионеров. Именно для этого структуре доверили святая святых электронные декларации всех украинских чиновников. Миллионы выделяли на разработку специальной технической системы, которая должна принимать, сохранять и проверять декларации. Международный тендерный конкурс выиграла украинская компания «Миранда». Казалось, все идет как по маслу. Деньги пришли, программа «Миранда» готова и успешно протестирована европейскими айтишниками. Но вдруг за два дня до запуска декларирования случается то, что шокирует всех. Державную экспертизу не может. Генерал-майор Леонид Евдоченко – глава госслужбы специальной связи и защиты информации. Накануне старта декларирования он отказывается выдавать сертификат системе «Миранды». За нашими данными, это частина 60% от того, что мало будет разработано, а аппаратная часть взагаля не находится на балансе на ЗК. Полгода работы, миллионы выброшенные на ветер и позор на весь мир. Все систему видели, все по ней общались, все знают, как оно устроено. Международные организации уже видели, как она работает. Теперь выставки системы, которые проверяют правила описания, закрыты, из этого не дают аттеста. Ну, здорово. Самое интересное начинается дальше. Две недели в секретном режиме госпецсвязь самостоятельно дорабатывает систему декларирования. Кто над ней работал и что с ней творили в стенах ведомства, тайно покрытое мраком. И вот свершилось. 1 сентября под давлением Европы Украина провозглашает. Сертификат системе выдан, электронное декларирование стартовало. Но, внимание, система заработала совсем не мирандовская. Было объявлено, что запустится система разработки нашей компании с доработками, произведенными службой Держпоизвестку. И вот к обеду мы увидели, что это не наша система. Журналисты секретных материалов лично зафиксировали работу другой системы электронного декларирования. Левая, у нас в правую. Перед нами два компьютера. Один с системой Миранды, второй с системой, доработанной госпецсвязью. Разработчики сразу улавливают разницу. У нас есть хелп. Тут все в лицу практически. Просто невероятно. Неужели систему Миранды, которую одобрили и проспонсировали европейцы, завалили специально, чтобы запустить нечто другое? Або там не было реальных проблем, и они просто использовали это как способ заблокировать запуск системы, не дающие ей сертификаты. Або, и что сейчас, по сути, мы видим, взять под контроль систему. Вот она, разгадка. Сбои в системе усложняют чиновникам заполнение электронной формы, а значит, все неточности в декларациях можно будет списать на проблемную программу. Тем самым, впоследствии, избежать тюремной решетки за вранье об имуществе. В судах будут разваливаться справы, потому что через невоответственность законодавству, або через технические проблемы в системе. Впрочем, первый этап декларирования можно назвать удачным. Отчеты подали практически все, кто должен был. Напомним, это нардепы и топ-чиновники. Они поразили не только деньгами и роскошной недвижимостью, но и, например, картинами, статуэтками и другими произведениями искусства. А оказалось, что среди наших лидеров полно ценителей. Смотрите сами. Поскольку оценка предметов искусства – дело явно не журналистское, мы просто покажем вам, у кого коллекция наибольшая. Десятую строчку задекларировав всего 9 картин, 8 икон и 2 старинные книги, занимает лидер фракции БПП Игорь Грынев. Все ли шедевры он внес в декларацию – неизвестно, поскольку именно он выступал против ответственности за ошибки в отчетах. Кстати, не обошлось без скандала. Грынев указал, что владеет 500-летней книгой «Апостол», такой же, как недавно пропала из библиотеки Вернацкого. Далее идут министр юстиции Петренко, экс-мчестник Балога, секретарь СНБО Александр Турчинов. А на шестой позиции рейтинга – депутат Дмитрий Андреевский. Он внес в декларации целый мини-музей. 15 скульптур и 64 картины. Работы Ильи Репина, Марка Шагала, Айвазовского, Кустодиева и Кандинского. Такую коллекцию без стыда можно выставлять в Лувре. Экватор нашего рейтинга – пятая строчка. Молодой депутат-радикал Андрей Лозовой со своей высокодуховной коллекцией. В ней, кроме восьми картин, 72 иконы и крест-энкалпион со святыми мощами 13-го столетия. Очевидно, к чему-то святому лозовому надо прикладываться после голосований. Дальше идет человек, декларации которого ждала вся страна – Петр Порошенко. Он занял только четвертое место. Президент обладает шестью десятками картин украинских и российских мастеров прошлого и позапрошлого веков. Также есть у Петра Алексеевича полотна значительно более ранних мастеров. И наоборот – четыре картины современных импрессионистов. И, конечно же, уникальные скульптуры. Даже выше президента забрался Олесь Довгий. На третьем месте он сидит с сотней картин и десятками статуи и скульптур. Со второй позицией нам улыбается нардеп-олигарх Тарута. Он точно знает, в кого вкладывать сбережения. В его списке 198 картин, в том числе легендарных Брюлова, Марка Шагала и Вазовского. А в довесок – 20 предметов японского антиквариата, сотни всевозможных тарелок и вас и 28 икон. Наконец, первое место. Напомним рейтинг – количество предметов искусства, о них дороговизны. Победитель – мэр Днепра Борис Филатов. В его японской коллекции более 600 редких и уникальных фигурок. Эксперты оценивают это собрание в 160 миллионов гривен. Электронное декларирование намного важнее для нашей страны, чем кажется на первый взгляд. Если все депутаты, прокуроры и судьи будут прозрачно показывать имущество под страхом тюрьмы, мы сможем контролировать каждую их копейку и проверять законность нажитых им и богатств, говорят эксперты. Раньше было так, что генеральная прокуратура мала доводить, что такой-то депутат нечестно нажив майно. Это очень сложная и важная процедура. А теперь все на пакет. Депутат мает доводить, что он его нажив честно. И это у богатств не выйдет, и они этого очень боятся. Что будет дальше? Генпрокурор на специальном брифинге объясняет. В его ведомстве проверят всех, кто показал более 100 тысяч долларов налички или на банковских счетах, а также подарки на сумму более 10 тысяч. Половина народных депутатов, которые задекларировали значительные опции ративки, будут вместе с ДФС проверены на зарплату своих подарков. Если герои не смогут доказать законное происхождение средств, им светит даже два года тюрьмы, говорит Луценко. Впрочем, и тут, как всегда в последнее время, не обошлось без скандала. Активисты говорят, ГПУ вообще не должно проверять декларации. Это задача Нацагентства противодействия коррупции. В чём революционность цієї системы? Не в том, что через компьютер подают данные, а в том, что за брехню в цей декларации, нарешті буде кримінальна відповідальність. На ПК, обнаружив несоответствие, обращается в НАБУ. После уголовного антикоррупционного следствия на предмет незаконного обогащения, дело снова-таки передаётся в суд. Вот где и правда могут быть тюремные сроки. Однако ждать их, говорят эксперты, придётся не менее года. При этом саботаж продолжается. Буквально сегодня тревожная новость. Член на ПК Ребошапка пугает. Работа ведомства может быть парализована. Причина – в расследовании дел против двух членов агентства. Когда и если их лишат полномочий, ни о каких наказаниях за враньё в декларациях говорить вообще не придётся. Система позволяет очень быстро притягнуть до ответственности посадовцев. Именно поэтому против нее так сильно борются. Даже после огласки скандальных данных, госмашина, как видим, отчаянно сопротивляется очищению.